Ну хорошо, мы раньше в первом семестре решали систему дифференциальных уравнений, точнее говоря, система дифференциальных уравнений. И мы увидели с вами, что если у нас есть такая система, dx по dt равняется a умножить на x, это линейная система, где x это вектор верен, обычно мы писали, что x это типа x1, x2 и так далее, xn. И а это матрица n на n, тогда мы доказали с вами, что общее решение было и так, то есть x от t, dx по dt, производная x по t. Вот, и мы видели, что общее решение выглядит так, c умножить на е в степени матрицы а умножить на t. И мы изучали, как вычислять вот эту матрицу. Сейчас нас интересует вот такая же система, но немножко другой подход. Сейчас нас интересует понять, какое поведение решения рядом с точками равновесия. Вы помните, что у нас в прошлом занятии было вот такое, что было вот такое уравнение скалярное, y2 равняется f от y. Но для этих x с точкой от t, чтобы было как физический смысл, чтобы t было время. То есть у нас было в прошлом занятии вот такое уравнение, x производная от t равняется f от x. И мы с вами видели, как понимать, какое поведение решения рядом с точками равновесия. Вы помните, что такое точка равновесия? Да, но по определению, что такое точка? Где точка x, точка равна... Да, 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 где скорость нулева. То есть знаешь, что там, где x штрих равняется лю, знаешь, что по определению точки равновесия это вот такие точки, для которых f от x равняется лю. Потому что если f от x равняется лю, и x штрих от t равняется лю. Такое же определение и для системы дифференциальных уравнений. В принципе, наша задача это понимать, какое поведение решения вот такой нелинейной, в принципе, системы уравнения. То есть тут опять точка равновесия, это точка, это вектор x, для которого f от x равняется лю. Почему? Потому что если f от x равняется лю, и производная x от t равняется лю. Но это следующий шаг. До того, что мы научимся рисовать решение вокруг точки равновесия этой системы, мы разберемся с линейными системами. То есть самый простой вид такой системы, это когда f это линейная функция. Значит, когда f это какой-то а умноженный на x. Так что давайте в первую очередь разберемся с такими линейными системами. Хотя это мы можем решать полностью. Мы можем находить общее решение. Но смысл немножко другая. Потому что тут мы можем общее решение найти, а тут не можем. Это все зависит от f от x. Так что наш план в начале разбираться с поведением решения этой системы, а потом я расскажу, что делаем в нелинейном случае. Хорошо? То есть f от x – это не линейная функция? В общем, да. Это не линейная функция. Но сразу разбираемся с лучшим, когда f от x – это линейная функция. Вот такая система. Хорошо? Какая точка равновесия этой системы? Нет, нет. Она двигается. Она двигается. Как по определению? Ты используешь, да? Да? Дальше. Знаешь, что A умножить на x равняется 0? Ну, A – это, конечно, не нулевая матрица. Наша система была бы тривиальная. Знаешь, что x равняется 0? Да? То есть 0 – это вектор. 0 – это наша точка равновесия. Давайте разберемся с лучшей, когда n равняется 2. Как написать вот такую систему? Ну, x будет какой-то вектор x, y, да? Давайте напишу тут слева, потому что легче будет. А, еще, пожалуйста, включайте компьютер, чтобы потом не потратить время на ожидание. Нам потребуется математика. То есть мы разбираем эту случай, зная, что эта система как можно выйдет. Вот надо написать вот таким образом, да? d по dt, x, y равно A. Вот какая матрица на x, y. Но, допустим, матрица – это какая-то матрица A, B, C, D, да? Так что эта система, какая будет, на самом деле, слушая, n равняется 2, какая общая будет нелинейная система? Это вот такое. x с точкой, y с точкой равняется A, B, C, D умножить на x, y. И мы знаем, что точка равновесия Это там, где x штрих равняется y штрих, равняется 0. Вот это равняется 0. Знаешь, что это нелиневая матрица. Знаешь, что x, y равняется 0, 0. Наша задача – это понять, какое поведение исследовать на поведение решения системы номер 1. Рядом с точкой равновесия. Ну, что на это случилось? Еще раз. Вот у нас следствие x штрих, y, y, штрих, 1, 0. И после следствия 2. Знаешь, что вот это вектор равняется 0. Знаешь, что x равняется 0, y равняется 0. Просто написал как вектор. Ну, просто непонятно, чего. Вот здесь? Нет, у нас просто знак равен. x, y равняется 0, 0. Да? То есть либо x равняется 0, y равняется 0. Можно так. x равняется y равняется 0. Хорошо, точка – это 0, 0. Точка равновесия. Хорошо. Если бы 3, 4, 5, наручную, мы бы точно равняемся. Да, 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 конечно. Конечно, линейная система, да, конечно, была 0, 0. Да? Потому что тут, в принципе, в общем, лучше. То есть x равняется 0. Это единственная тушка равновесия. Хорошо. Как решаем, в принципе, эту систему? Это линейная система. Мы находим собственные значения, собственные векторы и так далее. Собственные значения. Мы находим собственные значения матрицы. Собственные значения. И собственные векторы. А это матрица 2 на 2. Какие могут быть случаи? Сколько их будет? Сколько будет? А, ну, два собственные значения. Да, будет два собственные значения. И есть два случая. То есть будет ламбда 1, а 1, 2. Поскольку матрица на 2, 2. И есть случаи, когда ламбда 1 отлична от ламбда 2. И есть случаи, когда ламбда 1 равно ламбда 2. Да? Мы сегодня разберемся с первым. Слушаем. А тут какие могут быть подслучшие? То есть, либо они будут, либо естественные, либо комплексные, которые появляются в парах. Так что будет, даже когда они, то есть, либо ламбда 1, ламбда 2 естественные, либо они комплексные. То же мы хотим... Естественные и рациональные? Да. В смысле, рациональные? Действительно. Действительно, да. Это не одно и то же слово? Естественно и действительные. Рациональные и действительно разные. рационально сказал или есть естественно не это рационально это понятно а слово просто вопрос естественно и действительно это одно и то же на русский не так хорошо я имел ввиду тогда действительно хорошо надо меня исправлять по-русскому хорошо так а может быть просто натуральные числа до естественно 1 2 3 4 да да ну ладно хорошо мы будем использовать дезвительные натуральные дезвительные числа хорошо а какое будет общее решение если отличаются как выиграть общее решение в любом случае c1 есть теперь не ламда 1t даже если они комплексные только когда комплексы мы еще умеем писать как позже да да но в общем слушай всегда можем писать так в этом случае уже c1 а тут знаете поскольку тут они векторе будет c1 умножить на какой-то вектор 1 мы не в скалярном случае c2 на вектор 2 и это будет наше решение хорошо да 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 собственный вектор да именно молодец то есть и надо разложать все возможности лучше то есть какие могут быть если они дезвительные ламда 1 ламда 2 какие могут быть лучше то есть либо они оба положительные либо они оба отрицательные либо один из них одно положительные одно отрицательные да давайте разберем соседом случае то есть мама гид 1 и я напишу вот здесь тут езжёт лучше лаймда либо понятно если напишу тогда либо либо не оба положительные либо ниума отрицательны если Либо один положительный, либо и одно отрицательный. Либо один из них ноль, а второй отлично от ноля. Либо обе ноль. Больше нет случаев. Хорошо. Тогда давайте разберемся с этими всеми случаями. Я хочу научить вас рисовать поведение решения в каждом из этих случаев. И это очень просто. Надо всегда иметь картинку этого решения. То есть поведение знаем, что мы прийдем и стремимся к плюс бесконечности. И прийдем и стремимся к минус бесконечности. Хорошо? Ладно. Давайте разберем первый случай. То есть первый случай это ламбда 1 и ламбда 2 оба положительные. Смотрите, что происходит в этом случае? Куда стремится решение х и т при стремиться к плюс бесконечности? В этом случае при т стремиться к плюс бесконечности? К плюс бесконечности? Да, потому что тут положительные. Знаешь, что е степень идет к плюс бесконечности. Прекрасно. То есть наше решение х, которое тут х и у, идет к плюс бесконечности. Если t идет к нулю, к минус бесконечности, что в прошлое, это все идет к нулю. Так что при т стремиться к минус бесконечности решение идет к точке равновесия. Обратите внимание, как рисуем решение, потому что... Нет, еще раз. То есть наше задание научиться рисовать решение в каждом из этих случаях. Мы вначале берем случаи, когда они оба положительные. Я хочу понять, как рисовать эти решения. Поведение их, то есть не в точности, как они выглядят вокруг точка равновесия. Знаешь, что нам надо понять, куда стремиться при т стремиться к плюс бесконечности. При т стремиться к минус бесконечности. Смотрите, как их решуем. В первую очередь вычисляем ламда 1 и ламда 2. И соответствующие векторы, да, собственные векторы. Ламда 1, V1, V2. Что еще делаем? Я просто объяснял, как рисовать решение. А, окей. То есть нам дают систему. Первое, что делаем, вычисляем собственные значения этой системы. И видим, в какой он с нашим случаем. То есть, допустим, что мы вычислили и нашли, что они оба положительные. Что делаем? Поскольку решение имеет такое поведение, давайте их решуем. Еще надо рисовать собственный вектор, так что надо обичислить их. Так что, что делаем? Смотрите, рисуем оси x, y. Потом рисуем собственные векторы. Допустим, это собственный вектор V1. И это V2. То есть оба ряду внимания, потому что в каждом случае мы так и рисуем. Дальше что делаем? Рисуем прямые, которые проходят через эти точки. Вот сюда и сюда. И сюда и сюда. То есть это наше направление. Как рисуем решение? Смотрите. При те стремится к минус бесконечности, решение идет к нулю. То есть их нажало это ноль. В будущем они идут к плюс-минус бесконечности. То есть направление, куда они могут стремиться, при те стремится к блюду, то есть либо туда, либо туда. Какой двигает? Какой быстрее? Какой из них быстрее? Смотрим. Вот это и вот это. Как понять, кто из них быстрее? В зависимости от констанции. Ну, у кого... Я знаю, что числа больше. Тогда ландо 1 и ландо 2 больше. Да? То есть если ландо 1 больше, эта экспоненциальная функция идет быстрее. Так что решение будет следовать этому направлению, В2. А если это идет быстрее, тогда мы один. Но, допустим, у нас есть лучше, когда ландо 2, ландо 1 больше ландо 2. Если ландо 1 больше ландо 2, тогда какое быстрее направление? Это вот быстрее направление. Смотрите. Надо понять, какое быстрое направление и какое стабильное и нестабильное направление. Что такое стабильное направление? Это направление, если по этому направлению решение идет к плюс бесконечности или идет к нулю. Если идет к нулю по этому направлению, это стабильное. Если отходят от точки, нестабильное. Тут и по этому направлению, и по этому направлению решение всегда идет к плюс бесконечности. Потому что оба положительные, так что они оба нестабильны. Так что, чтобы показать нестабильность, тут показываем, что решения отходят от ноля. Туда и туда. Но все-таки надо понять, выиграть, они туда пойдут или туда. Выиграть самые быстрые направления. Так что смотрите уже как решёт. Начинаем с ноля. Откуда все начинаются. Смотрите, они пойдут куда в быстрое направление. То есть V1 в быстрое направление. Давайте разрешим. И тут медленное направление. Год назад делаем какие-то обгрозы. Были стопешные шутки. Такие стопешные шутки. Но сейчас нет возможности. То, что он V2. Так что, смотрите. Начинаем с ноля. И смотрите, что делают. Они пойдут куда показывать быстрое. Так что, в начале они касаются к медленному, идут к быстрому. Касаются к медленному, идут к быстрому. Потом, если они одинаковые, тогда они прямо пошли туда. То есть они пошли бы прямо. Но сейчас они чувствуют влияние этого, но идут все-таки туда. Но чувствуют влияние этого направления, но все-таки идут туда куда быстрое. И вот туда. Это как мы с Никитой общаемся. Это как мы с Никитой общаемся. А вот и тут тоже. Это приставное направление, что в начале касаются к медленному, идут туда. Касаются к медленному направлению, идут туда. И вот туда. Понятно, как рисовать, да? В этом случае идут и стрелки, чтобы показать, что это все-таки нестабильное. Что они идут в плюс бесконечности. Осьминога такая красивая. Что? Осьминога. На осьминогу похоже. А, да. Но там не было всем. А, ну. Уже нет. Ну, там. Уже нет. Хорошо. И тоже, какая картинка, в этом случае называется... Точка равновеса называется нестабильным узлом. Уже нет. Сила. То есть, нестабильный узел. Или не устойчивое. То есть, я повторяю, что в лекциях будет терминология устойчивого и неустойчивого, и у меня будет стабильное и нестабильное. Надо перехать к тому другому. Ну, и стабильный узел. Что произойдет, вы думаете, если они оба отрицательны? Да. То есть, если, во-первых, ПТ стремится к плюс бесконечности, решение идет... К минус бесконечности? Нет. Когда плюс бесконечности... Смотри, когда плюс бесконечности, если они... ЛАНГУДИЛАНГУДИЛАНГУДАТРИЦАТЕЛЬНЫ, это дерг к нулю. А. Значит, все идет к нулю. Так что, они в будущем пойдут стрематься к... ЛАНГУДИЛАНГУДАТРИЦАТЕЛЬНЫЕ. А при Т стремится к минус бесконечности, их прошлое. Это куда стремятся? Бесконечности. Бесконечности. Значит, что Х идет к плюс бесконечности. Значит, они... Смотри, они идут из бесконечности и идут к нулю. Так что картинка будет такая же, только не стремятся внутрь. Только обратите внимание. Тут, смотрите, тут ЛАНГУДА1 и ЛАНГУДА2 надо выбрать, какое из них быстрое направление. По модулю. По модулю. Да? Потому что, если тут минус 5 и минус 3, то есть, конечно, минус 5 это меньше минус 3, да? Но Е степени минус 5 идет быстрее к нулю, чем Е степени минус 3, да? Так что сравним их по модулю. И тут это же лучше, когда ЛАНГУДА больше 0, они идут к точке. Да? Хорошо. Какая была бы картинка, если ЛАНГУДА больше 2? А, и в этом случае, кстати, называется... Можешь угадать? Стабильный узел? Да. Стабильный узел. Стабильный узел. А, ладно. Т.е. та же картинка, но идет к нулю. Давайте еще нарисуем, на следующем случае, картинку, когда ЛАНГУДА больше ЛАНГУДА. Т.е. допустим, что у нас тоже самое, но ЛАНГУДА было больше. Ну, как бы делаешь то же самое, так у нас вот... Да, да, да. Стабильный узел. Да, да. Дайте, чтобы я делал первый пример. Х и Y. А, кстати, еще один момент. Вы... Увыцинфлекция, потому что это называется базовым портретом. Базовый. Базовый портрет. Базовый. 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 Хорошо. Еще раз. Ну, в каждой повторении, обратите еще раз. Что нельзя? У нас в случае, что они оба положительные, но... ЛАНГУДА1 меньше ЛАНГУДА2. Всегда решуем в первую очередь собственные векторы. А ЛАНГУДА1 меньше ЛАНГУДА2 это какой случай, когда... Первый ЛАНГУДА1 меньше ЛАНГУДА2? Да. Но они оба положительные, но все-таки ЛАНГУДА2 больше. Всегда решуем в первую очередь собственные значения. Дальше решуем прямые, которые проходят через эти точки. ЛАНГУДА2. И это будет наше направление. Чтобы понять медленно или быстрое направление, смотрим, кто больше. ЛАНГУДА2 больше, значит, то, что В2 будет быстрое направление. Так что тут будет быстрое, тут будет медленно. Да. Посмотрим, что ЛАНГУДА2 соответствует В2. ЛАНГУДА2. Хорошо. ЛАНГУДА2. Решение в этом случае тоже идет в плюс бесконечности. Будущее. А прошлое их это ноль. То есть начиналось с ноля. А, знаете что, кстати, то же самое они, поскольку у нас оба положительные, направление нестабильное. Смотрите, рядом с микрофоном. Никита пошел налево. А потом видел, что он направо. Нет, он пока не видел. На право есть. Слушайте. Вот это с ноля. Это быстрое направление, это медленно. Вначале они чувствуют влияние об их, значит, что они вначале касаются к медленному, но все-таки пойдут куда быстро и указывают. Вот так. И с этой стороны то же самое. Касаются к медленному, а идут к быстрому. И с этой стороны то же самое. Как всегда, они не пересекаются. Потому что оно есть теорема, а единственная с этой стороны то же самое. И вот так. Только стрелки, но опять будет плюс бесконечности. Да. То есть, уже какие слушали, посмотрели, вот такой, да? Уже такой и вот такой. Хорошо. Можешь стрелить? А, сейчас. Ты послева. А, да. Слева можно. У нас единственная разница будет, когда дианы будут отрицательные, что стрелки вот этих направлений, вот этих, они будут к нулю указывать. Да. То есть, это то же самое, просто... Угу. 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 Разумеется, сделаем примеры. Вот. Показываем. Так, да. Потому что я пошел, чтобы картинку показать. И, кстати, еще будем рисовать математию. Хорошо. Следующий слушай. Ламбда 1 положительная, ну а давайте вот это. Один из них положительный, а второй отрицательный. Не важно, кто отрицательный или кто положительный. Ламбда 1 положительный, ламбда 2 отрицательный. Смотрите, что происходит. Обтять. Первое, что делаем, вычисляем собственные векторы. Рисуем оси x и y и рисуем собственные векторы. Собственные векторы могут быть, может быть, вот такое. То есть, условно говоря, может быть другое, да? И v2. Потом мы рисуем прямые, которые проходят через эти собственные векторы. А мы берем, чтобы понимать, какой быстрый, какой медленный. А, тут не надо быстрый, медленный. В этом курсе. Потому что тут один положительный, один отрицательный. Там имеется вычисление, когда имеется обшисное. А тут стоит понять, какое направление стабильное, какое нестабильное. Какое стабильное, какое нестабильное. То есть, Макарик, давайте с решением. Что делает это решение, на самом деле? При x стремится к плюс бесконечности, при t стремится к плюс бесконечности, что делает это решение? Смотрите. Если λ1 положительное, это идет к плюс бесконечности, это идет к нулю. Но все идет к плюс бесконечности. То есть, в любом случае, если один положительный, хотя бы один положительный, который отрицательный, а он идет к нулю, второй идет к плюс бесконечности, все идет к плюс бесконечности. Так что все равно ложка нестабильная будет. Но есть стабильное направление и нестабильное. То есть λ1 положительное. Знаешь, что V1 отходят, да? Это то, что идет к плюс бесконечности, да? И λ2 отрицательное, значит, что это будет стабильное. Когда стабильное, мы делаем, что идет к нулю. То есть вот эта часть идет к нулю по этому направлению. А это отходит. Но в общем они идут к плюс бесконечности. Давайте поймем, как это делается. Смотрим. Еще раз. Смотрим, почему они идут к нулю. Вот здесь λ1 положительное идет к плюс бесконечности. По этому направлению. А это идет к нулю, потому что тут отрицательное. А, мы сейчас это сможем просто при тесте вместе к нулю. То есть каждый час отдельно и все вместе. Все вместе все равно идет к плюс бесконечности. В любом случае они идут к плюс бесконечности. Но надо понять, по какому направлению. Еще один момент. При тест стремиться к минус бесконечности то же самое, да? Вот это будет к нулю, а вот это будет к плюс бесконечности. Смотрите, что сделает решение. В любом случае решение идет к плюс бесконечности. так что они идут сюда, по стабильному направлению, почувствуют вот это, и отходят. Идут туда и отходят, потом отсюда и отходят отсюда и отходят отсюда и отходят, отсюда и отходят отсюда и хлюют, потом отходят и вот так и стрелки как рисовать? Так что отсюда и туда отходят, отсюда да? Понятно his collapsing away? Угу Вот это и вот это, вот это, вот это, вот туда и туда, туда и туда. Это ноль всегда. А в этом эта точка нестабильна, как вы понимаете, потому что решение не стремится к точке. Эта нестабильная точка называется седловая, как у вас было в анализе? Седловая. Седловая. Просто седлов. Седлов? Да, это называется седлов. По-английски это садлы пони. Это тоже слово. Седлой пони. Садлы. Какая ноль? Да, да, вся терминология это на то, что ноль. То есть в этом случае это узло, нестабильным узлом, называется. А тут называется седловая. Садлы пони. Да. Садлы. 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 Им не шумблоги. Какие еще у нас слушают? Да. Вот это разбирали. То есть один нулевой, один не нулевой. Да. А можно вопрос? Если у нас λ1 наоборот меньше, λ2 больше? Обратный рисунок просто? Не важно, кто больше, кто меньше. Нет, я имею в виду, у нас же тогда будет V2 наружу, а V... А если это оборотный знак, то тогда вот отходят и уходят. Ну куда? То же самое, но просто стрелки гняются. А можно выклонить? Когда у нас оба нуля, то это будет точка, да? Пишет. Оба нуля корня, это будет точка. Да. На самом деле в этом не делаешь, как это. Ага. Ага. Ам... 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 Смотрите, тогда стирать можно, а нет, можно и что дальше сделать. Что ж лучше? Спасибо. Это не надо, да? Чего там? Ам... Ничего. Я слышал, и длился к электрофонам. Я поэтому ничего. Я не буду терпеть. Хорошо. Третье, что лучше, это когда один не нулевое, но, допустим, λ1 не нулевое. И λ2 нулевое. Да? Но, как вы понимаете, не надо запомнить эту историю, просто надо иметь вот эту картинку и каждый раз будет разбираться. Ам... Есть один отличный от нуля и второй ноль. Что происходит? Смотрите. Рисуем, конечно, ст. 65, 2. Да? И рисуем оси. x и y. x и y. Опять рисуем собственные векторы. И правные, которые проходят... Все неправильно, векторы или вектора? Как вам нравится? Как вам нравится? Стрелочки. В родителям много векторов или много векторов? Векторов. Вроде и так и векторов. Ветворы, творовы, да нет. Векторов. Вектор и векторов. Вектор А. Если это 0, это получается 1. Знаешь, что при t стремительности плюс-бесконечности еще идет плюс-бесконечности? А, ну там надо вес лучше, да? Положительный или отрицательный. Допустим, вам надо один положительный. И, может быть, надо один отрицательный. Если положительный, тогда идет плюс-бесконечность. Значит, а при t стремится к минус-бесконечности? Это тоже. Это 0, все стремится к этой линии, да? К v2. Это будет 1, это будет 0, все стремится к v2. Так что, смотрите, они будут решения вот такие. С 3-макса отходят из этой точки. Туда и туда. Но по этому направлению, но при t стремится к плюс-бесконечности отходят. При t стремится к минус-бесконечности они идут v2. Это и правда. Они не касаются v2? Нет. Так они точно v2 идут? v2 же у нас 0. Нет. Ну, точнее, оно там равно единице. А можно, что мы сейчас рассматриваем, λ1 больше или меньше 0? Больше, да. Больше. Ну, тогда скорость v1 должна быть выше, нет? Если у нас, ну, больше нуля. В то время как λ2 равно 0. А, подожди, тоже заходи. 1, нет, наоборот. Ну, да, я все-таки говорю. Да. Как же хорошо, что я еще не нарисовал. Ха-ха-ха. 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 Всегда могу стереть. Добро на кейс-то салон. Хорошо быть, да. Ведите, ну, блин. Ведите вообще. Ха-ха-ха. Шабаны салон. Ха-ха-ха. 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 Да, кстати, идут, идут туда, но при стерме секунду идет к прямой, да? То есть вот по этому направлению идут плюс бесконечности, а при стерме секунду я всего туда. Можно здесь еще раз? Да. Одну секунду. Смотри, при стерме секунду к плюс бесконечности, смотри, это ноль, да? Знаешь, что это делится все равно? Да. При стерме секунду к плюс бесконечности, это идет к плюс бесконечности, плюс 100, а все к плюс бесконечности. Угу. Так что все равно они идут к плюс бесконечности. А, мы же ПВ-1, точно. Да. Но, смотри, при стерме секунду к минус бесконечности, чтобы понятно, откуда они начинаются, Это все равно 1 При c стремиться к минус безконечности Это будет 0 Так что все, при c стремиться к минус безконечности Стремиться к V2 Умножить на c Стремиться к все к этому и промой Значит, они стремятся к этому и промой И отходят Да? Что-то не так? Примерно, да Понимание есть Еще раз calculators при Т стремиться к B middle 최恤 это к нулю по направлению B но стремятся к V2 это прямой а что они стремятся к этому прямой при Т стремиться к B Если λ1 отрицательный, единственное, что меняется в этой картике, что стрелки идут туда. А если вот это 0 и вот этот лишен от 0, тогда идут по этому направлению, то в стримациях это пробой. Либо в стримациях, либо в отходе. Если у нас Rmd1 будет меньше 0, то если мы t устремим поисконечность, первая салаграмма с 0 превратится, а вторая останется... То есть у нас стримится V2. Да, достаточно жаль, что они стримаются к V2. Телки идут туда. А при T идет к минус бесконечности, откуда они? При T стремится к минусу те, откуда они приходят. При T стремится к минусу те, откуда они приходят. Бесконечности? Да, из бесконечности. Потому что они не откуда. Прошлое их, а там бесконечности идут. Это их работа. В этом случае, в зависимости от знака данный день, вот эта V2 называется либо стабильная прямая, либо нестабильная прямая. Да? Хорошо. Конечно, вы можете все это запомнить и просто вычислять собственные значения и собственные векторы, и будет знать каждый случай, что... Но лучше просто вспомнить вот это и каждый раз понимать, что... А это называется нестабильная прямая? Да. А, хорошо. Если lambda 1 положительный, если lambda 1 отрицательный, стабильная прямая называется, и осталось еще одно случая, да? Какое? Когда они комплексные. А мы посмотрели когда lambda 1 меньше? Да. Это то же самое? Только мусы? Да. И осталось еще вот это случая. Когда они комплексные. Когда они комплексные, мы можем писать наше решение вот так всегда. Как c1, как е степени, но в действительный час lambda. То есть давайте договоримся, что в этом случае у нас есть что? лямбда равняется альфа плюс бета 1. И лямбда соображения это альфа минус бета 1. Да? Да. Как выиграли это решение? Выиграли это решение вот так. А мы 0,0 упустили? Это я удалил. Это не интеграция. А. То есть это е степени а t умножить, навсегда так писали, да? c1,b1,c1,b1,c1,b1,c1,b1,b1,c1,b1,b1,b1,b1,c1,b1,b1,b1,b1,b1,b1,b1,b1,b1,b1,b1,b1,b1,b1,b2,b1,b1,b1. Во-первых, а может, чтобы а будет ноль. А будет либо ноль, либо не ноль. Почему важно? Потому что тут есть целая экспоненциальная функция. Если а отлично от нуля, это очень сильно влияет. Смотрите, если а равняется улю, это самый простой эффект, слушаем. Если а равняется улю, это что будет? Вот этого не будет, и будет длинная комбинация синус-космос. Это какой геметерский объект? Окружностью. Окружностью, но тут есть коэффициенты разные. Эллипсы? Да, эллипсы. То есть фазовый портрет будет тут ноль, и решение вокруг ноля будет вот таким. И это не будет? Что? Вот икс игр равно е альфа т. Это икс игр? Нет, я не правил. Там где вы писали, икс игр равно е альфа т, cv косинус бета т. Если а равняется улю, его не будет. Будет или нет? Да. И вот перед синусом. Типа и синус, да? Нет, смотри, это мы писали, и общее решение. То есть это, в принципе, это осмотрение. Это е альфа плюс бета дит плюс, да? Да. Но это тоже альфа, можно вынести. Е степень альфа т, и внутри будет cv е степень би ги т плюс все сопроженные е степень минус би ги т. Но мы доказали, что это и это эквивалентное. Почему? Потому что е степень это могу писать как синус бетет плюс е синус бетет. Это с минусом. Да? Хорошо. А если а все-таки отлично коля, тогда у нас есть элипси. Давайте проверим по ошибке и все. Тут у нас элипси, но круглые, красивые. А что происходит, если умножить на экспоненциальную функцию? Допустим, а положительно. Наверное, спираль. Очень хорошо. То есть это спираль. Почему? Но круглые, потому что тут есть, конечно, окружный синус. А вот это при а т стремится к минус бесконечности идет к нулю, к нашей точке. А при т стремится к плюс бесконечности идет к плюс бесконечности. Если а положительное, это все отходит от нуля? Да? А если отходит от нуля, то идет к нулю. Да, идет к нулю. И тут будет не одно решение. И все отходят. Если а отрицательное, тогда идет к нулю. Хорошо. Давайте сделаем пример. Слежим можно с тебя? Да. То есть, Леш, раз мы его делали только пример, не делал больше много, а у вас Саня сам говорит. Я не понял, когда он спирак Когда спирак То есть смотри, когда это ноль Это ноль, да Знаешь, что эликсы? А нолик это эликс А если множить на что-то, который идёт На экспоненциальную функцию Экспоненциальная функция Но всё-таки кругом идут Но они должны идти к плюс бесконечности И при Т стремиться к минус бесконечности Всё идёт к нулю, обратно сюда Ну всё понятно Нет, я лечу Андреев Я не вру Да, конечно, раньше играл в театре, но Давайте разберём нашу систему x с точкой равняется x y с точкой равняется x y с точкой равняется x плюс 2y То есть мы хотим исследовать на поведение решения вокруг точки равновесия этой системы Во-первых, это у нас Ну, точка равновесия, конечно, как а Ноль Да, да, как всегда для всех этих систем точка равновесия То есть речь идёт о точке равновесиям Хорошо Хорошо И как понятно? Давайте напишем систему Матекс нам в виде Как написать? То есть тут x y d d dt равно Какая матрица здесь? Ну 1, наверное 1, 1 1, 0, 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Мы вычтем на диагонали Мы вычтем на диагонали Это решение какого равновесия? Ну Ну В принципе В этом направлении с правопередия ну в принципе Мы должны сравнить Скорее Ну Ну Ладно Это значит, что определитель 1-лабда 0 1-лабда 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 2-лабда 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 ламда 1 равняется 1, а ламда 2 равняется 1, да? Да? Победа! А можно чуть-чуть притормозить на секунду вас? На секунду, да, уже прошло. 20 раз скажу. Пожалуйста. Пожалуйста, да. А ещё не видим ничего. Там стёрли. Я её писал, чтобы... Правильно, чтобы там было, да. Спасибо. Они как-то 10 степенами написали большие. Вы большие написали. О, они видно, наверное. Это так, что я слухой дом, да? Нет, я только говорю. Это твой видом. Хорошо. Следующие собственные векторы. А те будут. Ламда 1. Эта система X, Y равняется ламда 1, то есть это A уносим на X, 1, 0, 1, 2, X, Y равняется... Ламда 1 у нас 1, умножить на X, Y. Согласны? Так что у нас есть система X равняется X и X плюс 2Y равняется Y. Отсюда получается, что Y равняется X. Значит, собственный вектор V1, который, в принципе, имеет в общем случае координаты X, Y с учётом того, что Y равняется X, что X равняется X, и можно выбрать X равняется 1, это ненавидно. Я жду. Ху... Продолжение следует... λ2 – это решение вот такой системы. x равняется минус x, и x плюс 2y равняется минус y. Так что отсюда получается, что x равняется 0. А, да, и... 0,0? Нет, тут, извините, не минус 1, а 2. 0,0 может быть. 2, да? Тут 2, нам же 2, 2. Ну, ничего, все равно. 0 и любой. Наша n, любой, в общем, есть. y может быть любой, кроме 0. Значит, что b2, который вместит x, y, с учетом того, что x 0, а y может быть что угодно, выбираем y равняется 1, получается 0 на 1. Какое наше лучшее? x равняется. x равняется. x равняется 0. может быть ну-то ищет 10. af1 – это неустойчíого ряда. У меня всё, у нас в школе, да, вот сюда послушаем. Какой? Ну, в Бакинах или в Греции? В какой школе? Не, в какой-то учении. Р с лёдочкой. А, вот это. Ну, было... А, ничего, всё. Всё, ладно. Ну, послужим. Было Р с Ёзусом. Это Р минус 0. 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 А, всё меня. Хорошо. Это какое? То, что равновесие, какое уже можно сказать? Неустойчивый узел. Узел. Нестабильный. Ну, нестабильный. Вот смотри. Нет, лучше, конечно, неустойчивый, потому что у вас так будет коллекция. Вот это всё. Узел. А, как это решено? Смотрите. Х. Как мы поняли, что он нестабильный? Ну, потому что мы видели в общем это слушай, когда... А они оба положительные, да? Ну. И мы видели, что когда λ1 и λ2 оба положительные, тогда у нас здесь нестабильный уже всегда. Да. То есть мы то, что делали, да, в общем случае. Угу. Хорошо. Что делаем? Рисуем... Первое, что делаем, говорим, рисуем собственные векторы. Как это стало собственные векторы? Рисуем вектор 1, минус 1, v1. Где 1? 1 это где-то здесь, да? Минус 1 где-то здесь. Вот собственный вектор, да? В1, это v1. Второе, это 0,1. Второе, это 1. 0 и 1. Вот здесь, да? Второе, v2, это он такой. Следующее, что делаем? Рисуем правные, которые проходят через... У нас же 0,1. Да, да. Не вот это. Ты успел написать? Я сначала сам написал, нарисовал правильно. Потом паспорт, потом... Один, да? Вот здесь. Да, 0,1. Следующее, что делаем. Рисуем правные, которые проходят через этот собственный вектор. Так что... Но уже первая одна попадает со всю y, и вторая вот такая. Да. Да? Да. Они оба нестабыли, потому что соответствуют неположительным... Да. Потому что они оба нестабыли. Оба и v2, где сделайте. А сейчас что делать? Мы начинаем... А медленный... Какой медленный, какой быстрый. А-а-а-а. Ну, получается, вот... Да. То есть λ2 больше... λ2 больше... λ2 больше... λ1. Значит, что v2 — это быстрое направление. Тут быстрое направление. Тут быстрое направление. Тут медленное. Так что... Что делаю с вами решением? Они касаются медленного, а вот здесь. Да, да, да. То есть, касаются медленному идут туда, куда показывают быстрое. Касаются медленному идут туда, куда показывают быстрое. Вот сюда. Вот здесь, вот так, и вот так. Потом, касао самельному идут к быстрому, касао самельному идут к быстрому. Все это все. А тут вот так. Касао самельному идут к быстрому, касао самельному идут к быстрому. Вот они, да. Человек-паук. Да. Понимаем? Понимаем. А, стоятки какие? Вот, вот, оттуда. Давайте быстро нам шут в компьютере это всё делать. Завершайте махматы. Записывайте в виде там, да? Да. Радует на экран. Угу. Вроде он всё показывает, да? Ну, почти. Ну, вот это экран тут показывает? Да. Ну, надо меня сейчас показывать здесь. Вас? Да. Ну, давай сведения, чтобы всё было видно. У меня получится так. Эта доска и эта. Ну, он может только доску либо экрана. А, тут была... Я понял. Ну, ладно. Хорошо. Хочется. Ну, ладно, хорошо. Хочется тогда. Нет. 0,4. Я 1,4. Хочется. Жесть. Очень вкусно. Хочется. 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 Да. Ну, ладно. Может, как это здесь? Много. Много. Ну, я сейчас расскажу. Не. Гулычок. Продолжение следует... 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 все идет туда и туда в конце концов но есть и способ рисовать не векторное поле а касательный к этому просто поток это стримблот то есть берем вот эту команду вот смотрите эту команду копируем и меняем вектор на стрим видите это то что у нас получило да вот это и вот это видно оба вот это я имею ввиду то что на доске ну хорошо стрим а стрим стрим я послышал стрим а вопрос есть нет может быть мы закончим здесь и в следующий раз мы делаем просто примеры на самом руке а потом на компьютере для сексула хорошо ладно спасибо 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 спасибо